Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В прошлой программе мы говорили о встрече апостолов Андрея и Петра с Иисусом Христом, описанной у евангелиста Иоанна, который, продолжая повествование, говорит о призвании Филиппа и Нафанаила. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему, «Иди за Мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему, «В Назарете может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот подлинный израильтянинен, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» И Иисус сказал ему в ответ, «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». И Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». И говорит ему, «Истина, истина говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». На другой день после посещения Андреем и, возможно, самим автором Евангелия Иоанном Богословом, Господь пожелал идти в Галилею и призвал следовать за собой Филиппа. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. В синатических Евангелиях мы находим лишь одно упоминание о Филиппе. В списке апостолов его имя стоит после Петра, Андрея, Иакова и Иоанна. Вифсаида располагалась на территории Тетрархии Ирода Филиппа, на границе с Галилеей. Другие евангелисты местом жительства Филиппа, Андрея и Петра называют Капернаум, расположенный всего примерно в десяти километрах от Вифсаиды. Он на Фанаиле, еврейское «Атанаэль», «Бог дал», упоминает только Иоанн Богослов. Как следует из текста, Нафанаил был другом Филиппа, который, отыскав его, сказал, «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе, и пророки Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Так как в древности у иудеев не было фамилий, то человека определяли по личному имени, имени отца и месту рождения или проживания. Назарет был небольшим городком в Галилее, настолько незначительным, что упоминание о нем не встречалось в Ветхом Завете. Но Нафанаил сказал ему, «Из Назарета может ли быть что доброе?» К словам Филиппа Нафанаил отнесся скептически. Вероятно, презрение Нафанаила к жителям Назарета могло объясняться тем, что их считали наполовину язычниками, в то время как Нафанаил, скорее всего, мог похвастаться безупречным еврейским происхождением и чистотой крови. Сам Нафанаил происходил из Канны, другого галилейского города, а в сельской местности всегда существовало соперничество между городами и деревнями. Кроме того, Нафанаил разделял общие со многими иудеями предрассудок, что Христос, как Царь с земным величием, придет и явится во славе среди высшего иерусалимского общества. А значит, Назарет не может быть местом рождения и проживания Мессии, тем более, что в Ветхом Завете не встречалось подобных указаний. Филипп же со своей стороны был мудрее. Не став спорить с Нафанаилом, он просто сказал, «Пойди и посмотри». Господь, никогда не видевший Нафанаила, сказал о нем, как о знакомом. «Вот, подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Этими словами Спаситель желал подчеркнуть простоту души Нафанаила, видя в нем истинного представителя Божьего народа, идущего к свету. Удивленный его проницательностью, Нафанаил произнес, «Почему ты знаешь меня?» Не отвечая прямо на этот вопрос, но не оставляя ни малейшего сомнения в своем всевидении, Господь говорит, «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был подсмоковницей, я видел тебя». Перед этой встречей Нафанаил сидел подсмоковницей и, вероятно, совершал дневную молитву, чтение которой подсмоковницей было освящено обычаем и впоследствии даже одобрено Талмудом. Нафанаила удивило не столько то, что Христос видел его подсмоковницей, сколько то, что он читал мысли в глубине его сердца. Он понял, что перед ним не просто человек, а некто, одаренный божественным всевидением. Тотчас же уверовав в Иисуса, как в божественного посланника Мессию, Нафанаил выразил это словами, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Царь Израилев, мессианский титул, указывающий на происхождение от Давида, которому Богом было обещано, что его потомок будет править Израилем вечно. Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя подсмоковницей. Увидишь больше всего». Спаситель понимает, что его сверхъестественное знание вызвало веру Нафанаила и обещает ему, увидевшему уже нечто великое, еще больше. Вероятно, речь идет обо всем, что сделает и скажет Христос, но главным образом о его воскресении. И говорит ему, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». И здесь можно вспомнить знаменитое видение Иакова во сне. По лестнице, стоящей на земле, а другим концом касающейся неба, поднимаются и спускаются ангелы. Иаков назвал это место «вифиль», еврейское «бетель», то есть «дом Бога». Теперь же Христос соединяет с собой небо и землю, являясь единственным посредником между Богом и человеком. И называя Себя Сыном Человеческим, Христос подчеркивает свое предназначение. Но для того, чтобы его исполнить, посредник должен был принадлежать в равной мере как Богу, так и человечеству. Он должен быть Богочеловеком. А так как именно таким посредником и был Господь наш Иисус Христос, то Он называл Себя Сыном Божьим и Сыном Человеческим. Говоря ученикам Своим, что они будут видеть ангелов, восходящих и нисходящих к Нему, к Сыну Человеческому, Христос тем самым дает им понять, что Он больше, чем Царь Израилев, что Он Царь ангелов, Царь Вселенной. Мы обязательно продолжим с вами, дорогие братья и сестры, изучение священно-евангельской истории в рамках Великопостного цикла нашей программы. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Господи!